В число лучших учреждений здравоохранения России 2018 года вошла Чебоксарская городская детская больница номер 2. Итоги работы медицинских учреждений и отрасли в целом обсудили сегодня на коллегии Минздрава Чувашии. Разделять потоки больных и здоровых, четко определять маршрут пациентов в больнице. Принципы бережливого производства в медицинских учреждениях Чувашии начали внедрять в прошлом году. Плюс к этому доктора-профессионалы. Вкупе такое соединение дает хороший эффект. Именно удовлетворенность населения медицинскими услугами стала одним из основных критериев при выборе лучших учреждений России за 2018 год. К нам поступают тяжелые дети, которые требуют немедленного оказания медицинской помощи. И поэтому я считаю, что заслуга нашего коллектива в том, что мы помогли маленьким пациентам вовремя выздороветь. Мы помогли родителям получить хорошую информацию о том, как воспитывать детей, как правильно их кормить, как правильно их лечить. И если в проекте «Бережливая поликлиника Чувашия» делает первые, но верные шаги, то в области оказания первичной медико-санитарной помощи достигнуты весомые результаты. Финансовые вложения в здравоохранение из года в год растут. Только за последние два года закуплено медицинское оборудование на сумму более 1 миллиарда рублей. На селе обновлено 179 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019-м запланировано строительство еще 26-ти. Стратегическое направление – скорая помощь. В республику прибыл 91 современный автомобиль. Если мы сегодня говорим о том, что 100 бригад у нас сегодня ежедневно работает на линии, должно быть 230 машин. И поэтому в следующий год он с вами будет решающий по решению данного вопроса. И тому плану, который поставит перед нами Хавасис, в 2021 году мы полностью за счет бюджета республики переставим все. Также при принятии бюджета на 2019 год уже выделено более 90 миллионов рублей. Важнейший показатель работы Минздрава – уровень смертности. По итогам прошлого года этот показатель снизился на 154 человека, или 1%. Согласно статистике, чаще всего причины летальных исходов – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. И это области, которые требуют особого внимания и подхода. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы с вами уже начиная с 2012 года в этом направлении занимались. Здесь определены успехи снижения смертности. Здесь будет переоснащаться полностью региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений, которые находятся на нашем межтерриторном центре. По направлению онкологии мы тоже услышали переоснащение онкологического центра полностью. В современном диагностическом оборудовании. Эти меры должны способствовать и росту продолжительности жизни. Напомню, исторический минимум для нашей республики был достигнут в прошлом году – 73,5 года. Теперь перед здравоохранением стоит задача обеспечить рост продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.